Друзья, всем привет! Меня зовут Иван Васильев. Я запишу несколько обучающих видео для тех, кто хочет научиться играть на трубе. Возможно, кому-то из вас это будет интересно и полезно. В любом случае, я буду рад обратной связи. Пишите комментарии, вопросы, которые вы хотели со мной обсудить. Я буду рассказывать вам о системе, которую преподавал Евгений Александрович Савин. На мой взгляд, эта система, или как ее некоторые называют, джазовая постановка. Я потом обязательно подробно остановлюсь на этом и объясню, почему это не так. Так, сильно облегчает жизнь духовика, продлевает творческое долголетие музыканта, дает возможность играть на инструменте до глубокой старости. Для вас, наверное, не секрет, что пенсия у духовиков наступает после 25 лет стажа. То есть, при условии, что вы в 20 лет начали работать трубачом, то в 45 лет вы уже на пенсии. С одной стороны, это достаточно неплохо в 45 лет отвязаться от работы и начать бурную пенсионерскую жизнь. Но, на мой взгляд, слишком рановато. Мне кажется, что в этом возрасте человек наступает зрелость, музыкант становится более осознанным, опытным. И, наоборот, появляются новые интересные идеи, требующие реализации. Приобретенный творческий опыт открывает новые возможности. Да и вообще, жизнь становится значительно интереснее с возрастом. Ну, да ладно, я немного отвлекся от темы. Давайте дальше. Давайте поговорим все-таки об этой постановке. Наверное, нет нужды перечислять всех тех, кому Савин помог стать хорошими музыкантами. Если вы захотите, вы с легкостью найдете эту информацию в интернете. Очень много было учеников у Евгения Александровича, и многие из них добились признания, стали очень хорошими музыкантами. Я немного расскажу о том, как я сам попал к Евгению Александровичу. Я, как и все нормальные советские дети, был отдан в музыкальную школу. Благополучно ее закончил. И, собственно говоря, за время обучения в музыкальной школе никто даже не пытался как-то правильно сформировать исполнительский аппарат. Как и у многих трубачей, в музыкальной школе научили сплевывать семечки. И, в общем, это было достаточно. Дальше я окончил училище Мусоргского, где, опять же, ничего не узнал о технологии игры на трубе. Окончил с приключениями училище Мусоргского. Но об этом не сейчас. И потом в профессиональной работе столкнулся с очень большими трудностями, с проблемами с аппаратом. Мягко говоря, диапазон оставлял желать лучшего. После концертов постоянные гематомы на губах были. Губы кровоточили из-за сильного давления на губы. И, в общем, это было сквозное мучение. И не сильно хочу вдаваться в подробности той жизни. И благодаря моему другу, прекрасному музыканту Виталику Головневу, с его подачи я попал к Евгению Александровичу Савину. И за несколько лет полностью исправил эту ситуацию. Полностью поменял постановку. Избавился от всех тех проблем, которые меня постоянно преследовали в игре на трубе. И, в общем, я очень рад. Не могу сказать, что безболезненно происходили эти смены постановки. Это было достаточно трудно, тяжело. И болезненно все это происходило. Но в дальнейшем это сильно облегчило мою жизнь. Хочу сказать, что в интернете есть много обучающих видео от различных трубачей. Я не претендую на правильность этой методики. Не претендую вообще, что это единственное возможное. Хотя огромное количество музыкантов с благодарностью вспоминают урок Евгения Александровича. Я просто даю информацию, а вы сами решайте, как ее использовать. Не буду оценивать другие методики. Не мое это дело. И вообще, как вы знаете, сколько трубачей, столько и мнений. Я хочу просто рассказать о том, что знаю сам. О том, что помогло именно мне. И помогает до сих пор играть на инструменте. Давайте сразу уточним по поводу джазовой и классической постановки. Дело в том, что технология игры на трубе не может быть джазовой или классической. Джазовая или классическая – это музыка, это стиль игры на трубе. Штрихи, фразировка, фразеология – она бывает джазовая и классическая. А сама технология, постановка исполнительского аппарата, постановка исполнительского дыхания, положение языка, положение гортани и все остальное – это технология. Она не может быть джазовой или классической. Хочу сразу уточнить, что я не рекомендую менять постановку самостоятельно, поскольку это непростой процесс и требующий опытного наставника, так как очень многое зависит от физиологических особенностей. Строение лицевых мышц, строение челюсти, величины и расположение зубов, прикуса и так далее. Без опытного наставника это будет сложно сделать, но я абсолютно уверен, что вы с легкостью найдете учителя. Древняя китайская мудрость гласит, когда очень готов, учитель приходит. Итак, я начну с самого начала. С самых азов игры на трубе. Хочу еще раз проговорить, что все духовые достаточно сложны в освоении, и вам придется потратить очень много времени на овладение этим инструментом. Если у вас есть возможность этого не делать, лучше этого не делать. Для начала обсудим вот что. Дыхание – это основа жизни. Человек без дыхания может прожить несколько минут всего лишь. И дыхание, естественно, самое главное в игре на духовом инструменте. Исполнительское дыхание, оно сильно отличается от обычного повседневного дыхания. Этот навык необходим для игры на духовом инструменте, и это очень важно. Я покажу несколько упражнений для развития правильного исполнительского дыхания. Я рекомендую, кроме тех упражнений, которые я вам покажу, или вы найдете еще где-то, позаниматься какими-то простыми дыхательными практиками. Очень помогает йоговская пранаяма. Есть китайские дыхательные гимнастики, их достаточно много, тайцзи в том числе. В общем, найдите то, что для вас будет удобно. И по большому счету это просто очень хорошее физическое развитие для вашего тела. Итак, давайте обсудим вот что. Дыхание делится на три типа. Прюшное дыхание, когда задействуется низ живота. Подложечковая область, это там, где заканчивается грудина, и начинается центр солнечного сплетения. Подложечковая область, так называемая. И грудь, грудная клетка. Для того, чтобы правильно сформировать исполнительское дыхание, нужно правильно стоять. Для этого грудная клетка должна быть приподнята. Приподнимание грудной клетки происходит тогда, когда вы просто выпрямляете позвоночник. Для этого можно сделать вот это движение. И расправить локти чуть дальше. У вас выпрямляется позвоночник, и тем самым приподнимается грудная клетка. И вот в таком положении, в таком положении нужно играть на трубе. Это основа для правильного формирования исполнительского дыхания. То есть даже вот вы берете трубу, грудная клетка должна оставаться приподнятой. В таком положении расправляются легкие, и они начинают работать правильно, и с той самой интенсивностью, и которая именно нужна для игры на духовом инструменте. Очень важно при использовании брюшного дыхания, чтобы живот не выпячивался. Вы должны чувствовать мышцы живота, но они не должны выпячиваться. Вот такого не должно быть. Это так называемая игра на ремень. Это приводит к повреждению внутренних органов, к неправильной работе кишечника, и куче всяких заболеваний, связанных с внутренними органами. Поэтому дыхание брюшное. Вы должны просто почувствовать, как дыхание проходит вниз, и наполняет низ живота, диафрагма опускается, наполняется низ живота по всей этой окружности тела. То есть это выглядит примерно так. То есть живот немножечко отходит вперед, но не раздувается до такого состояния. Это нужно почувствовать, отработать. Отдельно нижнее брюшное дыхание. Отдельно нужно отработать дыхание из подложечки в области. Вот где заканчивается грудная клетка и точка солнечного сплетения, вот как бы вы должны представить себе, как будто бы из этой точки вы раздуваетесь. То есть раздуваются, ребра расходятся, дыхание уходит вниз и наверх. То есть... То есть вы должны почувствовать, как расходятся ребра, и легкие наполняются воздухом. И третье, грудное дыхание, когда работает только грудь, то есть вы работаете только грудной клеткой. На начальном этапе ваших занятий обязательно вдох через нос, потому что нос – это ворота для прохождения воздуха. Там находятся сосуды для того, чтобы согревать этот воздух. Там находятся ворсинки для того, чтобы задерживать микрочастицы, вирусы в том числе и всякую. Поэтому вдох на начальном этапе вашей практики исполнительского дыхания должен быть именно через нос. Отработав все эти три типа дыхания по отдельности – брюшное, подложечковую область и грудь, вы можете совмещать это. То есть воздух попадает вниз живота, диафрагма опускается, воздух попадает вниз живота и постепенно наполняет вас, задействуя все три типа дыхания. Я еще хочу дополнить это, что есть четвертое, ключичное дыхание, так называемое, когда уже поднимаются плечи. В основном оно используется для верхнего регистра, для того, что после третьей октавы идет. Поработать над этим, конечно же, надо, но практиковать ее постоянно нету необходимости, поскольку это достаточно трудный процесс и им нужно заниматься отдельно. Давайте обсудим сейчас, как три типа дыхания совмещаются в одно. Вдох обязательно носом, наполняется нижняя часть, средняя, и поднимает и грудная клетка. И дальше выдох идет снизу живота, движение от паха. Хочу обратить ваше внимание, грудная клетка никогда не опускается, даже при полном выдохе грудная клетка все равно приподнята. Это обусловлено тем, что если у вас прямой позвоночник, если вы выпрямляете ровно позвоночник, то грудная клетка сама приподнимается. Опять же, соединив эти три типа дыхания и поработав над этим, вы получите хорошее исполнительское дыхание. Очень важно при правильном исполнительском дыхании расслабленное положение гортани, то есть ощущение зевка. Если вы просто зевнете, горло раскроется, такое положение горла нужно оставлять на вдохе и на выдохе. Есть такое быстрое собачье дыхание, когда вот это вот то же самое, только шире. Очень важно следить за правильным положением горла, потому что только при зевке связки расходятся и появляется такое полое, что-то типа полой трубы, через которую идет воздух. Не должно быть при прохождении воздуха в горле, не должно никаких препятствий быть. Иначе получается такая история, которую вы наверняка замечали иногда, когда вы играете что-то, а у вас... Вот это зажатое горло, работают связки и не дают спокойно проходить воздуху. Ну что ж, давайте подытожим все, что я вам сегодня рассказал. Дыхание. Дыхание. Три типа дыхания. Брюшное дыхание, среднее дыхание, так называемая подложечковая область, и грудь. Четвертый тип дыхания, он существует, но мы пока его использовать не будем. Упражнение на дыхание. По отдельности отработать каждый из трех отделов, из трех дыхательных отделов, нижнее, среднее и грудное. Обязательно при выполнении дыхательных упражнений вдох носом, выдох ртом. Обязательно при выполнении дыхательных упражнений следить за положением горла. Горло должно быть находиться в состоянии зевка, как будто бы человек зевает. Ну что ж, всем удачи, жду ваших комментариев. В следующем уроке мы уже напрямую поговорим про аппарат, про строение амбушюра, и я покажу несколько упражнений для формирования правильного амбушюра. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok